Водопровод в загородном доме. Как не дать трубам замерзнуть? Замерзание водопроводных труб зимой – настоящая катастрофа для отдельно взятого домостроения. Мало того, что нарушается водоснабжение всего жилища, это совсем не соответствует представлениям о комфортных условиях жизни. Так еще потребуется приложить серьезные усилия, как физические, так и финансовые, для восстановления системы. Проблему замерзания воды в трубах проще предотвратить, чем устранить. Чтобы не допустить возникновения нештатной ситуации, нужно просто обеспечить своевременное утепление водопровода, которое не потребует много усилий глобального масштаба. Обычно участок водопроводной воды, проходящий по улице, ведется по дну траншеи. Если ее глубина недостаточно, то зимой превращается в лед. Вода с легкостью разрывает трубы. Такие же последствия могут произойти в неотапливаемых помещениях, где высока вероятность промерзания. Не допустить подобных ситуаций можно, если качественно утеплить, потенциально опасные с точки зрения замерзания участки водопровода. Главное правильно выбрать способ утепления и наиболее подходящие для этих целей материалы. Основные проблемные места водопроводной системы Индивидуальный водопровод имеет две уязвимые точки – на входе магистральной трубы в дом и на выходе из ее колодца или скважины. Если работа по проведению системы водоснабжения находится на стадии планирования, то есть все шансы предотвратить возможные ошибки. Здесь важно учесть, что глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта. То есть труба, идущая от колодца, прокладывается на 1,7-1,8 метра от поверхности земли. При этом она должна быть укутана слоем утеплителя. В качестве оболочки можно использовать канализационную трубу 100-110 мм в диаметре. В последнюю и помещается водопроводная труба с утеплителем. При обнаружении какого-либо просчета в уже проведенном водопроводе необходимо заняться его исправлением. Если заглубления в магистрали недостаточно, то легче постараться опустить трубу ниже. Когда сделать это не удается, потребуется дополнительное утепление. При том, что труба находится на нужной глубине, но отсутствует утеплитель, можно воспользоваться следующим способом. Разрезав по длине отрезок канализационной трубы, в котором заранее сделана пара отверстий, его помещают на утепляемый участок водопровода. Затем через отверстие пространство заполняют монтажной пеной. Такой вариант решения проблемы не дает 100% гарантии, но улучшить ситуацию может существенно. Стоит заметить, что наиболее подвержены промерзанию угловые соединения водопровода. Какими свойствами должен обладать утеплитель? Бесперебойное водоснабжение, вне зависимости от времени года, во многом зависит от правильного выбора утеплителя. Чтобы успешно противостоять воздействию неблагоприятных факторов, мороз, осадки, качественный и надежный материал должен соответствовать эксплуатационно-техническим требованиям. Низкое водопоглощение, материал пропускающий и более того впитывающий влагу, не может обеспечить защиту труб от промерзания. Прочность, простота монтажа, долговечность, низкая теплопроводность, доступная цена, высокий коэффициент теплоосбережения. Чем и как утеплить трубы водопровода? С помощью современных материалов и технологий вполне реально самостоятельно защитить трубы от промерзания. Рассмотрим наиболее распространенные и удобные утеплители для водопроводных труб. Минеральная вата. Применение этого материала предусматривает дополнительную защиту, которая чаще всего делается из рубероида. Утеплитель накрывают заранее нарезанными полосками рубероида или фольгой и закрепляют пластиковыми стяжками, проволокой или шпагатом. Наиболее удобен вариант использования минеральной ваты на фольгированной основе, защищающей утеплитель от увлажнения, а значит от потери теплоизоляционных свойств. Также может быть использована минеральная вата с односторонним покрытием крафт-бумагой. Такой материал обойдется несколько дороже, но и качество теплоизоляции будет значительно выше. Стекловата. Рулонный утеплитель, отвечающий всем перечисленным выше требованиям. Удобная форма позволяет применять его для теплоизоляции фитингов, отводов труб, кранов. Плюс ко всему невысокая стоимость. Может иметь фольгированное покрытие. Пенополиуретан используется в виде утеплителя, состоящего из двух полуцилиндров, именуемых скорлупами. Данная скорлупа представлена цилиндрами метровой длины, которые могут иметь различную толщину и диаметр. В отличие от минераловатных теплоизоляторов, мелкая чистая структура пенополиуретана практически исключает водопоглощение. Простой монтаж, а также допустимость повторного использования такой скорлупы выгодно отличают этот утеплитель. Теплоизоляционные базальтовые скорлупы, состоящие из базальтового микрокристаллического волокна, представляют собой цилиндры, имеющие различные параметры. При утеплении колен водопровода применяют либо готовые элементы, либо отрезают части цилиндра необходимого размера. Бывает с покрытием из алюминиевой фольги или без него. Изоляционный слой толщиной от 30 до 100 мм, внутренний диаметр 18-525 мм, длина 1 м. Разъемный кожух скорлупа из пенопласта. Еще один распространенный, простой и эффективный способ теплоизоляции водопроводных труб. Материал водостойкий, обладающий низкой теплопроводностью, но при этом довольно хрупкий. С учетом того, что трубы после укладки обычно не подвергаются механическим воздействиям, такой утеплитель может прослужить достаточно долгое время. Спененный полиэтилен часто используют для изоляции труб. В особенности в бытовых условиях выпускается в виде пластин, труб и рулонов. На еще не положенные коммуникации материал надевается как рукав, что не представляет никаких трудностей. Если трубы уже установлены, то утеплитель нужно разрезать вдоль по шву заготовки. Затем шов заклеивают при помощи скотча. Стыки теплоизоляции между собой также нужно склеивать. Для труб большого диаметра используют рулонный вариант вспененного полиэтилена. Его просто наматывают на трубу. Стыки также проклеивают скотчем. Дополнительная защита после монтажа. Такому теплоизолятору не требуется. Материал, устойчив к влаге, выдерживает большой диапазон температур, а низкая теплопроводность способствует существенному снижению затрат энергии на отопление. Кроме перечисленных материалов, для изоляции труб могут применяться пеноизол, пенол, пена, лин, теплоизоляционная краска и другие. Как проводятся работы по утеплению? Как мы видим, теплоизоляция для труб в основном производится либо в виде скорлупы, либо в форме цилиндра. Прокладывая новый водопровод, используют последние, а утепляя существующие, применяют скорлупы. Выполнение такого вида работ не требует каких-либо особых умений и навыков. На трубы цилиндры одевают непосредственно перед монтажом. При использовании скорлуп, их половинки поочередно надевают на трубы, не забывая смещать детали относительно друг друга на 10-15 см. При этом утеплитель прихватывают скотчем. Отводы труб утепляют специально подобранными или нарезанными из скорлупы элементами. Полное закрепление материала на трубе осуществляется способом склеивания и при помощи крепежных хомутов. Также после склеивания используют метод наложения на скорлупы стеклоткани или стеклопластика с перехлёстом с внешней стороны с наложением клеевого состава. Защита водопровода от промерзания с помощью греющего кабеля Теплоизоляция труб водоснабжения с помощью греющего кабеля – ещё один эффективный способ предотвратить замерзание воды в системе. Так можно утеплить и металлические, и пластиковые трубы. Для последних важно грамотно выбрать рабочую температуру кабеля. К тому же пластиковая труба должна быть предварительно обёрнута алюминиевой фольгой. Это позволяет более равномерно распределить тепло. При использовании электрического греющего кабеля не имеют решающего значения глубина прокладки труб и глубина промерзания грунта. Достаточно будет траншеи глубиной полметра. Его можно проложить вдоль трубы по прямой линии или провести внутри, а можно обвить спиралью снаружи. В наши дни имеется возможность приобретения готовых комплектов водопроводных труб с установленным греющим кабелем или без него, но с наличием на трубах кабель-каналов, предназначенных для укладки купленного отдельного кабеля. Саморегулирующийся нагревательный кабель, являющийся основной системой, в зависимости от температурных колебаний, может менять погонную мощность. Таким образом, участки, где температура ниже, обогреваются лучше. Встроенный термостат запускает систему при температуре менее плюс 3 градусов Цельсия и отключает при нагреве до плюс 13 градусов Цельсия. Возможность перегрева при этом исключена, так как поддерживается постоянная температура поверхности кабеля. В трубе кабель крепится любой термостойкой лентой. Данный вид утепления водопровода Выполняют обычно на участке от источника водозабора до ввода в жилище в грунте на самом вводе и, как правило, не оставляют без обогрева неотапливаемые помещения. Минусами этого способа можно считать дополнительные траты на электроэнергию и абсолютную зависимость от возможных перебоев в энергоснабжении, что нередкость в сельской местности тревожится нечем тому, кто обеспечен автономным источником питания. В этом случае проблем не возникает. Здесь изложены далеко не все способы утепления водопроводных труб, но очевиден тот факт, что теплоизоляция системы водоснабжения в загородном доме – мероприятие необходимое. Спасать трубы от промерзания лучше качественными материалами. Здесь не стоит экономить. Разрыв трубы зимой и ее последующий ремонт могут стоить куда дороже. Чем раньше задача будет решена, тем дешевле обойдется это домовладельце. Субтитры создавал DimaTorzok